Всем привет! Меня зовут Юлия и сегодня расскажу вам, как и какие сервисы можно использовать для бесплатного изучения английского. Причем изучение это сделает максимально полезным и интересным. В первую очередь, я советую вам обратить внимание на крупные ресурсы для изучения языка. У них обычно наряду с платными занятиями предоставляются также очень интересные бесплатные функции. В России крупнейшей школой для изучения английского языка является Skyeng и она, конечно же, обладает всеми преимуществами онлайн-обучения. Это и удобное время занятий, которое выбирается с учетом ваших пожеланий и подбор преподавателя в соответствии с необходимыми целями и вашими предпочтениями. Но у этой школы также есть ряд абсолютно бесплатных функций, о которых я сейчас расскажу вам подробнее. Я всегда была сторонницей того, что язык нужно учить, отталкиваясь от своих интересов и тогда это обучение станет для вас максимально эффективным. И такую возможность нам предоставляет YouTube-канал Skyeng, где можно найти разбор конкретных песен, сериалов, а также объяснение английских выражений, которые встречаются, допустим, в рекламе или интервью с известными людьми. Но мои любимые выпуски это, безусловно, разбор популярных песен. Вы посмотрите, насколько понятно и интересно преподносится материал. Такое ощущение, что Рейнольд, солист, обращается в эту песню прямо к нам. Он поет То есть он сразу вносит такую структуру в разговор, типа, во-первых, и говорит, я буду говорить все, что думаю, все, что в моей голове. Казалось бы, такое приятное и ненапряжное занятие, как просмотр интересных видео, а по итогу приносит очень много положительных моментов. Это и расширение словарного запаса, и вы учитесь воспринимать английский на слух. И, конечно же, самый главный плюс, вы сможете в оригинале смотреть свои любимые сериалы и понимать значение песен. Также из бесплатных ресурсов я могу советовать email-рассылки от Skyeng. Это когда вы выбираете интересующий вас курс, подписываетесь и затем по определенным дням получаете уроки в формате писем. Эти рассылки будут удобны тем, кто любит четко планировать свое расписание, письма всегда приходят в указанное за раннее время. И, конечно же, темы вы можете выбрать в соответствии со своими интересами и уровнем английского. Вот, допустим, каким бы уровнем английского вы не обладали, каждый вторник можете получать учебные материалы, где будет несколько новых слов, немного грамматики, разбор ошибок, аудирование. Но мне больше всего понравились рассылки, которые обязательно будут интересны поклонникам Гарри Поттера, тоже, кстати, для любого уровня, и фанатам Игры Престолов, уже, правда, для среднего и продвинутого уровней. Вам нужно всего лишь оставить свою почту и раз в неделю вы будете подтягивать свой английский вместе с героями Игры Престолов. За 12 писем вы усвоите на английском описание персонажей, интересные факты о героях, также получите разбор крылатых фразочек от героев сериала. Кроме того, если вы пользуетесь Амедиатекой, то Skyeng предоставляет бесплатные субтитры. На самом деле, уделить пару часов в неделю на интересное занятие совсем не сложно, а учить английский в соответствии со своими увлечениями очень круто. И наверняка вы замечали, что информация, которая вам действительно интересно, усваивается гораздо легче. И такой же принцип, естественно, работает и изучение английского. Даже самые скучные правила объясняются с такими интересными примерами, что усваивается это все очень легко. Также из бесплатных сервисов я советую обратить внимание вам на вебинары. Они крайне эффективны и очень удобны. Вы можете выбрать интересующую вас тематику, зарегистрироваться и послушать тему. Я, допустим, совершенно точно хочу послушать про мотивацию и самодисциплину в обучении, поэтому записываюсь на 15 июня. Причем темы у вебинаров всегда очень актуальны. Это практические советы по изучению языка, мастер-классы по произношению, разбор лекций TED. Могу советовать их тем, кто уже активно изучает язык и хочет узнать какие-то профессиональные советы и фишечки. И если вы сейчас растерялись, потому что не знаете свой уровень английского и не знаете, какую вам лучше рассылку или курс выбрать, то Skyeng предоставляет первое бесплатное пробное занятие, где определят ваш уровень, дадут рекомендации и установят цели по изучению английского. Я сама, когда готовилась к этому видео, брала такое занятие. Преподаватель действительно с интересом относится и к вам, и к процессу обучения, рассказывает подробно обо всех платных и бесплатных возможностях школы, также определяет ваш уровень и дает конкретные рекомендации. И кроме того, после этого пробного урока вы на почту получаете все результаты, зафиксированные в письменном виде, и ваш уровень, и рекомендации, и цели обучения. Также хочу рассказать вам о двух мобильных приложениях, которые значительно помогут увеличить ваш словарный запас и прокачать навык восприятия речи на слух. Причем они снова учитывают все ваши интересы, и сейчас покажу вам подробнее. Первое приложение называется Listening, и там вы можете выбрать интересующую вас категорию, задаете интервал времени, который вы можете уделить английскому, и выбираете приглянувшийся урок. Допустим, я выбираю первую главу Гарри Поттера и Узник Азкабана, потому что это моя любимая часть, включаю и могу послушать ее как в легком режиме с субтитрами, так и в сложном. И после прослушивания ответить на вопросы по главе. Очень советую вам это приложение, там огромный выбор самых разных тем, и вы точно сможете найти что-то себе по душе. И второе приложение называется Award, где изначальный принцип тот же. Вы выбираете интересующие вас темы, а приложение уже само советует, что вам наиболее подходит. Только это приложение, в отличие от предыдущего, направлено не на аудирование, а на расширение словарного запаса. Я, допустим, выбрала одну из тем компьютерной игры, и поэтому мне предлагают выучить лексику из Дикой Охоты. Добавляю все слова себе на изучение и начинаю потихоньку заучивать. Таким образом вы составляете как бы свой собственный словарь по интересам. Кстати, приложение будет особенно интересно всем любителям книг, потому что здесь действительно большой выбор именно по литературным произведениям, как современным, так и классическим. Конечно же, в приложениях есть лексика не только по играм, сериалам и книгам, но и по каким-то жизненным ситуациям, походы по магазинам, посещения музеев и многое другое. И самое главное, уделять внимание этим приложениям совсем не сложно. В транспорте 10 минут, 15 минут за завтраком, и уже через пару недель вы заметите, насколько расширился ваш словарный запас. Плюс ко всему, посоветую очень удобное расширение для браузера, которое является переводчиком прямо в контексте. Вы устанавливаете это расширение, и все, можете выделить любое предложение или слово прямо на сайте. Рядом в окошке мгновенно появляется перевод. Это все были бесплатные функции, но своим ученикам Skyeng предоставляет еще больше расширенных возможностей. У них там целая экосистема, все взаимосвязано, и это и отдельная платформа для изучения английского, это как бы виртуальный класс, вам это покажут на бесплатном уроке. И разговорные клубы, где вы сможете общаться с другими людьми на интересные темы и много чего другого. И я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если вы знаете еще какие-то интересные бесплатные функции, то обязательно делитесь ими в комментариях. Но у меня на этом все. Увидимся с вами совсем скоро. Пока!